всем привет сегодня так как и обещала покажу вам обработку покраску 2 в 1 то есть что дает такая покраска и обработка она просто ускоряет ваше время подготовки трубочек будем так говорить к работе так первое что я беру я беру морилку она вот такая цвет тип мне нужно покрасить 400 трубочек я буду разводить 50 на 50 то есть грамм 200 морилки вот и столько же я добавлю воды что мне сильно просто светлый был темный был оттенок водичка тепленькая не горячая не холодная такая вот комнатной температуре снимаю куполю трубочки наши теперь значит у меня самодельная будет агрид сушилка сделано муж сделал вот она 4 рейки она у меня двухъярусная один ярус и второй ярус на ней я сушу свои трубочки стоит она меня возле печки то есть от печки идет хорош очень хорошее тепло и что я делаю вот я искупала и вот так вот я раскладываю свои трубочки прям рядом с печкой вот рядышком рядышком и я разворачиваю тупыми концами то есть началом скрутки да там где мы начинаем крутить трубочки к печке для того чтобы подсыхали наши концы а вот там где скрутка наоборот в эту сторону вот так вот я оставляю то есть я не добавляю не лака ничего вот просто покупала вот так купаю один раз даме цвета этого достаточно если вы будете купать два раза то просушивать трубочки нужно будет дольше потому что слишком сильно будет пропитываться ваша трубочка вот и вот так вот я раскладываю не следующая сейчас 400 трубочек буду прокрашивать и вот так вот я оставляю их пока они сверху вот верхняя часть трубочек хорошо хорошо просохнет а внутри она должна остаться мягкой влажной то есть тогда когда они подойдут к своей кондиции то есть вот я сейчас покрашу и оставлю их еще раз напоминаю что я их ставлю прям рядом с печкой то есть на них будет идти хорошо тепло какая может быть альтернатива можно просто на них направить какой-нибудь обогреватель то есть если есть если нет просто оставить их вот так вот лежать но у меня это нужно печка она хорошо меня спасает данном случае вот 400 трубочек и 400 миллилитров у меня получилось будем так говорить раствора то есть вы можете оставить ну то есть поставить что-нибудь такое чтобы на них дуло каким-нибудь таким теплым воздухом можете если ничего нет просто оставьте их пускай они лежат ведь она чуть чуть темнее чуть чуть светлее как раз будет такой вот интересный меланж изделий и вот так вот они у меня будут сохнуть так сохнуть еще раз повторюсь они у меня будут они у меня будут сохнуть до тех пор пока хорошо хорошо должен просохнуть верхний слой трубочка не должна быть сверху мокрой она должна быть подсушенной но внутри должна быть мягкой давайте я покажу в каком состоянии сейчас трубочка что приблизительно вы понимали какой она будет дальше вот я нажала вот она прям с плюс нулась то есть видно что напрям такая вы давайте вот на скрутку вот видите вот она прям видно что например мягкая такая вот мягкая все оставляю пока в покое до того момента пока хорошо подсохнет верхний слой он подсохнет я включусь и покажу в каком состоянии я буду обрабатывать трубочки и какие буду обрабатывать и как я буду дальше с ними поступать так ну что прошло у меня полтора часа трубочки вот поменяли цвет то есть верхний слой подсох и теперь покажу какой вид имеет трубочка вот она то есть вот если видно да то как начинаются такие вот заломы то есть она не такая уже живая как после покраски то есть снаружи она подсохла но внутри она еще влажная покажу внутренность разворачиваем нашу трубочку теперь смотрите вот подсохший слой как раз вот видно да где морилка то есть половина трубочки у меня подсохшая половина у меня влажная вот если я проведу видите вот рвется то есть она влажная внутри теперь что я делаю сейчас я одену перчаточки потому что тут уже пойдет процесс такой обработку одену теперь хотела сказать еще по поводу сушки не кладите на батареи потому что батарея будет высушивать трубочку изнутри то есть будут она будет выпаривать будем так говорить жидкость изнутри трубочки то есть это нужно чтобы теплый воздух обдувал трубочку по поверхности то есть для того чтобы поверхность подсыхал вот ну во всяком случае на данном этапе именно так теперь значит я беру свой лак у меня вот такой это я сразу говорю украина лак мгф это тоже самое какие уже дай бог памяти дюфа только тот же производитель дюфа только название другое немножко этого лака теперь значит я тут как и чуть-чуть мешает и так покажу какой у меня лак вот он ну такой он не жидкий и не густой но по мне он чуть-чуть густоватый я его слегка разбавлю водой сейчас покажу приблизительно какой он должен быть должен быть должен быть вот такой видите вот он как бы это же не жидкий ну вот так вот вот и какой этот вот то есть он такими как падает густыми густыми хлопьями такими теперь что я делаю я беру сюда себе лаком вот так сколько я не знаю у меня он остается потом на хранение есть он еще густой вот видите он еще жидко такой густоватенький и я сюда добавляю водички водички я не могу сказать сколько буду это делать на глаз буквально чуть-чуть две ложки добавлю еще густоватенький а вот как раз такой консистенции сейчас покажу сейчас я покажу вот очень не разбавился не размешала до конца хорошо главное хорошо размешать чтобы с водой и вот видите он уже начнем уже начинает хорошо хорошо сейчас я вымешиваю с водой можно даже еще чуть-чуть добавить видите он все равно еще падает такими хлопьями буквально ну главное не перестараться чтобы он не был слишком жидкий а вот видите вот стик начинает стекать таким не хлопьями падает а уже стекает такой теперь значит свою вот эту вот сушилку я убираю от печки ну как бы не слишком далеко но и не близко то есть подальше я ставлю чтобы горячий воздух от печки у меня не сильно падал на трубочки потому что а потому что трубочка может прилипнуть у меня к сушилке и просто чтобы не оставались у меня потом вот эти вот отметины дал от сушилки я беру свои трубочки вот так и обрабатываю хорошо видите меняется сразу цвет вот разница между мокрыми и сухими видите сразу значительно видно и вот так вот усиленно их обрабатываю я не боюсь их хорошо воськать кисточкой почему потому что верхний слой у меня трубочки он просох естественно моя труб моя кисть ну понятно делать без фанатизма моя кисть не повредит верхний слой потому что трубочка слегка подсохла сверху хорошо тщательно везде на концы я вот эти там где скрутка не сильно обрабатываю потому что не вижу смысла срезаю он теперь покажу вблизи насколько они намокли вот так все и теперь основное что я делаю я беру трубочку сейчас так вот проверну и по одной раскладываю не касаясь друг друга вот так раз 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 и вот так вот вот так я раскладываю наверх при сушке вот так я не кладу то есть вот в таким вот образом да я проскать почему потому что трубочки могут склеиться я их кладу только вот таким вот образом почему я так не кладу потому что большой слой лака на них сейчас и они просто при высыхании будут слипаться то есть тогда когда водичка которая есть в лаке она будет просачиваться вовнутрь а лак будет образовывать пленку и вот в тот момент когда образовывается пленка а водичка практически вошла вовнутрь вот этот момент трубочки могут слипнуться то есть мы сейчас делаем грубо говоря трубочку обтягиваем кожей пленкой и вот так вот я по одному буду раскладывать подсыхает очень быстро у меня в принципе от печки вот эта сушилка находится где-то на расстоянии метра может чуть больше поэтому даже можно и больше поставить то есть главная задача чтобы трубочка сейчас самостоятельно просохла вот так вот я раскладываю и я их вообще не трогаю абсолютно единственное что если вы переживаете что трубочка вас может прилипнуть к вашей сушилки просто сделайте вот так проверните чуть-чуть вот все это все что я делаю одно единственное больше я их не трогаю я жду когда трубочка полностью перестанут перестануть перестанет вернее липнуть вообще я их абсолютно не трогаю сколько это займет время у каждого свой лак у каждого каждый обрабатывает будем так говорить по-своему моем случае вот смотрите видите она уже они уже начинают слипаться то есть десять минут и они уже у меня видно то есть я вот 10 минут сейчас после того как я обработала прошло 10 минут и я понимаю что они мне в руках начинает уже прилипать все то есть срочно нужно их на место то есть очень быстро нужно разложить все я разложила и теперь я жду полного высыхания пока трубочки у меня вообще перестануть перестанут липнуть все сейчас они высохнут верхний слой чтобы не лип то есть не полностью я высушу нет нет верхний слой главное чтобы он перестал липнуть вот он сейчас липнет вот я их не трогаю вообще потому что как раз в этот момент сейчас и образовывается пленка их я не трогаю все сейчас подожду пока они подсохнут липкость уйдет включусь и покажу что делаю дальше ну что прошел у меня час вот мои обработанные трубочки я их постепенно по чуть-чуть обрабатывала раскладывала липкость ушла в сторону убрала следующее следующее и вот так вот они у меня лежали бедне завернута ничего полностью вот так вот возле печки то есть я их оставила когда липкость полностью уходила с каждой партии я их просто в сторонку откладывала следующую промазывала и вот так вот оставляла подсыхать вот в итоге прошел у меня час вот пока на данном этапе они еще у меня не готовы но но вот такие вот они через час вот почти почти видите еще чуть-чуть трещинки есть внутри значит верхний слой трубочек под ним сверху под лаком под пленкой он еще не просох вот все сейчас что я делаю я их оставляю трубочку эту беру оставляю еще где-то на полчасика вот так вот подышать рядом прям рядом с печкой все я их пока не трогаю прошел только час следующее жду прошло в минут 10 я уже на ощупь начала смотреть что уже пора их заворачивать потому что они дальше пересохнут и будет уже не но не то значит что я вижу вот ничего вот все теперь можно их пакет и где-то через часик два ими можно уже будет плести а еще лучше это делать на ночь вот вы обработали да вот я все все то есть где-то через можно принципе и завтра уже я с утрец а могу уже начать плести все сейчас их можно заворачивать пакет я их заберу концами наружу и все и они мне там будет уже так ну что теперь считаем значит сколько у нас пошло у нас пошло полтора часа на просушку при этом у меня трубочки лежали напротив печки откуда шло очень хорошее тепло вашем случае можно включить дуйку с горячим воздухом чтобы обдувалась трубочка сверху то есть дула на нее сверху чтобы она хорошо это все дело обдувалась дальше у меня около часа прошло то что прошло момент обработки то есть вот они у меня не далеко от печки не прям впритык рядышком с печью до стояли а будем так говорить немножко дальше то есть грубо говоря вашем случае это можно заменить таким не горячим воздухом да а прохладным воздухом чтобы на него дуло то есть чтобы верхний слой трубочки то есть образовалась пленка и просох верхний слой бумаги на самой трубочки то есть что под под самим под самой пленкой верхний слой бумаги трубочки он подсох вот так вот и получается это что у нас пара 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 два часа да вот два с половиной часа у меня пошло ну и естественно принципе ими можно уже плести можно но чтоб совсем уже быть в идеале я бы оставила еще допустим на пару часиков пакет сейчас завернул чтобы они не пересыхали на пару часиков оставить их в пакете чтобы дальше до конца образовалась хорошая плотная пленка еще от чего зависит плотность пленки плоткость пленки зависит от того какое количество лака у вас было в составе для обработки чем больше вы добавите воды тем тоньше будет пленка и естественно будут слишком сильно лопаться трубочки поэтому я бы советовала вам можно чистым лаком пройтись можно добавить буквально пару капель там чуть-чуть совсем воды если вы видите что у вас лак слишком густой все а в идеале можно и чистым лаком проходится но тогда у вас вот этот вот момент обработки да вот это ожидание образования пленки он у вас займет не час как у меня у нас может занять там полчаса и тогда быстренько в пакет и все вот по сути у меня вот это занимает весь будем так говорить процесс занимает приблизительно два с половиной часа ну три часа берем все я могу уже в принципе ими работать уже но в идеале я могу сейчас завернуть и оставить на утро все утром я сажусь работать естественно такой такой процесс покраски обработки он намного быстрее не так как я например делала раньше я их купала высушивала полностью потом снова обрабатывала это очень долго поэтому я сократила до вот такого вот времени на ночь можно это все дело сделать на утро этим плести в принципе все наверное если будут вопросы естественно пишите под видео на все обязательно отвечу и это у меня покраска тире обработка два в одном маринка я еще сделаю покраску и обработку колерами и ну естественно в принципе можно как колер или эмаль там в этом процесс будет один и тот же единственное будет во времени если вы научитесь обрабатывать вот так красить и обрабатывать вот так и плюс еще это там колер до колером я еще сниму отдельно видео именно по покраске и обработке колера то тогда вы будем так говорить сократите свое время на очень 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 быстро то есть у вас это займет буквально вечер для того чтобы на следующий день начинать уже с утра работать у меня были такие моменты когда я 1200 трубочек делала за вечер то есть я их готовила и все вот вот то что я хотела вам показать все если будут вопросы пишите спрашивайте на все я обязательно отвечу я всегда стараюсь отвечать а сейчас я делаю вот так открытыми концами я оставляю дело до утра еще раз еще раз повторюсь вся суть такой покраски обработки в моменте тогда когда вы обработали лаком и оставили будем так говорить образовываться плотной пленки все ну и естественно за этим всем нужно смотреть все я думаю все сказала ту сейчас я буду еще много чего говорить если будут вопросы вы пишите я уже постепенно буду каждому отвечать все всем пока спасибо что вы со мной